У кого-то ни одного флангового прохода нет, что, честно говоря, меня удивляет, потому что схема 3-5-2, назовем ее так, 5-3-2, это не важно, она предполагает активную фланговую игру именно защитников, а не только атакующего игрока Ионова. Интересный сейчас дриблинг и жонглирование продемонстрировал Роман Зомнин, и пенальти назначает арбитр матча. Капитан Гранквист, Андрес Гранквист, показывает, что он не нарушал правила. Коннов прибежал к Михаилу Масаковскому, Миш, переводи. Мы сейчас будем смотреть повтор, по крайней мере. Ну нет, Олег Георгиевич ушел, но вот рука, да. Рука, тут ничего не поделаешь, 100% пенальти, это движение навстречу мяча. Пенальти, это и стоило ждать, или забитого мяча, или пенальти, что-то в этом роде. Почему? Потому что, я говорю, Гранквист не успевает подстраховывать. Удар. Ионов в самый угол, 1-0. Динамо на 27-й минуте выходит вперед после того, как Зомнин устроил жонглирование внутри чужой штрафной площади. И, конечно, неловко, может быть, скажем так, сыграл Андрес Гранквист, но основания для того, чтобы назначить пенальти у арбитра этой встречи, безусловно, были. Пенальти 100%, ионов пробел без шансов для уртаря, низом, по мокрой траве, хорошая сила удара, по точности, ну, не знаю, очень тяжело было бы выручить. Ну, а то, что Гранквист привез, можно сказать, от пенальти, здесь, наверное, ничего удивительного. Он выглядел очень слабо в предыдущей игре. Опять поставили его в основном составе. Видимо, он еще не выставился после травмы. Функционально он не успевает даже подстраховывать своего защитника Сигурцина. И мы видим то, что...